МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Входил 27 марта в торговом центре М5МО в батутном клубе Космико. Собрал он три направления основных. Это батутный фристайл, воркаут и паркур. Ребята-участники переезжали более чем с 10 областей. То есть большая довольно география такая. Это Тула, Саратов, Московская область, Ногинск, Луховицы, Коломна, Зарайск. Было порядка 70 участников. И, собственно, лучших мы наградили. Также проводили мастер-классы от известных тренеров. А как вообще пришла в голову вам, наверное, идея сделать такой фестиваль? И первый раз это проходило или уже было что-то подобное в нашем городе до этого? Нет, в Рязани такой фестиваль, такого формата проходил в первый раз. Идея пришла, собственно, я занимаюсь батутным спортом. Также знаю людей, кто занимается паркуром и воркаутом. Мы вот так получилось, что мы объединились, собрали такую троицу, каждый ответственный за свое направление и организовали фестиваль. А, ну вот я бы сказала, что все-таки вы перечислили необычный довольно-таки виды спорта. Что такое батутный спорт? Батутный спорт, на самом деле, он довольно сейчас уже обычный, потому что это с 2010 года олимпийский вид спорта. То есть официально в программе олимпийская, можете смотреть. Ну как это выглядит? На батуте прыгают? Да, на батуте прыгают, делают трюки разные, там передний, зальний сальт. Есть определенных программ. У нас, конечно, это немного упрощенно. Ну, то есть понятно, что у нас там ни профессионалы никакие, ни олимпийские чемпионы. У нас более такой свободный стиль на батуте. То есть программа вполне свободная, выступление порядка двух минут. Насколько вы лично занимаетесь этим видом спорта? Батутами именно я не очень долго занимаюсь, но занимаюсь продвижением и очень надеемся хорошо продвинуть их в Рязани, как и эти виды спорта. Хотим также создать федерацию уличных видов спорта и как раз вот тресленных направлений будет там, чтобы мы могли уже соревнования проводить и вручать там участникам какие-то разряды, награды, чтобы это было тем более интересно. Как вот, кстати, считаете, вообще уличные спорты все больше и больше популярностью пользуются на данный момент или как дела обстоят? Я думаю, да, потому что сейчас и государство начинает программы всякие по продвижению этих видов спорта, помогает. Паркур, в принципе, стал популярен, наверное, лет уже шесть назад, но сейчас только набирает популярность и по всей России, и во всем мире. Что такое паркур и что такое воркаут? Паркур – это преодоление препятствий в условиях города. То есть есть стена, нужно ее быстро перелезть, сделать это как можно быстрее. Воркаут же – это на турниках упражнения, это может быть как подтягивание, отжимание просто на брусьях, ну и самое простейшее. Либо какая-то программа, опять же, там выходы, переворот на брусьях, на турниках. Ага, но с турниками как бы проще, я так понимаю, у нас есть площадки, да, на которых турники. Вот со стенами, где стены берете? Не мешает ли это как-то вообще общественной жизни нашего города, да, вот? Что вы через стены перелезаете? Да, вот на зимний период тяжело трейсерам, трейсерам – это те, кто занимается паркуром, тренироваться зимой, потому что холодно, неудобно. И как раз вот в батутном клубе собрали площадку, где основные элементы фигуры, с которыми можно практиковать. Летом же в основном все выходят на улицу, занимаются где придется. То есть ищут какие-то поверхности, которые можно быстро преодолеть и чему-то научиться. Какие навыки вообще у человека вырабатывают эти виды спорта, как считаете? Я думаю, основное – это реакция, потому что, чтобы закрутить там сальто переднее-заднее, нужна очень такая большая реакция. Также, ну, основная реакция, я думаю. Ну, вообще, это в целом очень похоже все на акробатику, как бы паркур очень смежен с акробатикой. Есть такая уличная акробатика, но паркур просто более такой вольный, то есть не тянуть ножки, вроде того. А, ну, вот, тем не менее, акробатика, опять же, батут, да, у меня все это, например, ассоциируется с какой-нибудь спортивной гимнастикой. Да, но, тем не менее, в спортивную гимнастику дети идут там с трех, с пяти, наверное, максимум лет, да. То есть вот в этом виде спорта взрослый человек уже может начать заниматься или нужны какие-то определенные спортивные навыки, навыки обязательно? В основном с батута идут, кто уже занимался, то есть как раз гимнастика, акробатика, потому что направления смежные, вот, и, в принципе, могут наступать в этом направлении. Сейчас как раз будем надеяться, что подтянем уже более младшую публику, чтобы с самого детского возраста могли обучать и расти чемпионов будущих олимпийских. То есть считаете, что это может быть даже какой-то заменой той же самой спортивной гимнастики? Более упрощенный вариант или как? Нет, это не замена ни в коем случае, это просто, что касается батутов, это еще один вид спорта. Это просто будет наряду с гимнастикой, так же, как она сейчас в олимпийских стоит. А вот как быть со взрослыми? Можно просто прийти попрыгать, да, наверное? Или как? Да, конечно. Я приду, я разобьюсь. Нет, не разобьете. Во-первых, в батутном клубе всегда есть тренер, который поможет, подскажет, обучит самых простейшим трюкам на спину приземления, на коленке. Это самое такое простое для новичков. И, соответственно, кто уже ходит постоянно, обучает уже более передним, задним сальто. Например, заднему или передним сальто можно за три занятия где-то вполне научиться. А, то есть даже если нет какой-то там гибкости? Да, в принципе, ничего сложного в этом нет. Абсолютно. Да. Ну, просто вот как бы интригующе вообще. Расскажите еще вот как бы на фестивале, да, прошедшем соревновались в определенном виде спорта определенные люди или все это было вместе? Не совсем понял. Я поняла, что в том смысле, что в паркуре кто-то, кто-то в батутном спорте, кто-то в воркауте. Да, это были отдельные программы, причем, например, воркаут мы разбивали на три программы. Первая – это двоеборья, подтягивания и брусья. Вторая – это подтягивания девушки. И третья – это фристайл на брусьях и турниках. Батут мы также разбивали, то есть это были юноши более младшие, с 7-13 лет, и уже взрослые с 14 лет. И также девушки на батуте. Ну, кстати, девушки вообще много было, девушек? На подтягивания у участниц было три, и на батутном фристайле две участницы. Какой результат максимальный по подтягиванию девушек, интересно? Мне, например. В районе 14 раз, по-моему. То есть девушка вот прям… Да. Ну, там девушка более таки вольные условия, можно было брать любой хват, потому что девушки в основном задним хватом это делают. И 14 раз, да. А как считаете, вообще нужны ли такие мероприятия нашему городу, и планируете ли проводить что-то подобное впредь? Я считаю, да, это очень важно, потому что спортом нужно заниматься. Если ребята нравятся заниматься паркуром, лучше собирать это как единую команду, чтобы это какая-то целостность была, чтобы они обменивались опытом, а не просто там где-то во дворах кто-то попрыгал. Считаю, это больше результата будет. И, соответственно, если ребятам интересен паркур, потом это можно вполне выводить на акробатику, потому что элементы все схожие. Немного, если подработать технику, хорошие акробаты из них получаются. В будущем, да, планируем фестиваль провести в следующем году. Надеемся собрать еще больше регионов, еще больше участников. Даже, возможно, фестиваль будет на несколько дней, потому что по программе у нас очень так он долгий получился. Считаю, 5 часов у нас проходил фестиваль. Так что, скорее всего, в следующем году будем его разбивать. И существенно расширим географию. И, надеемся, может, даже кто-нибудь из других стран приедет, там, из ближайшего СНГ. Ну вот, на самом деле, интересные виды спорта, да? А как считаете, вот то, что, например, сейчас в школах вводят, ввели даже уже сдачу ГТО, как-то, может быть, заинтересует это школьников, детей, им будет проще сдавать нормативы? И вообще, ну, спорт, в конце концов, абсолютно полностью пойдет в моду. Спорт уже, наверное, года 4-5 очень в моде сейчас. И это очень хорошо, что вот нормативы ГТО всячески развивают, дают за это какие-то награждения. Мы тоже надеемся, что вот у нас сейчас воркаут-площадка стоит. В будущем сможем, чтобы у нас могли принимать тоже нормативы эти ГТО. А у вас лично какие спортивные планы на ближайшее будущее? Ближайшее будущее в мае сейчас будет полумарафон московский проходить, вот, побегу. А осенью марафон. Вот, сейчас немного, правда, травмировал ногу, но я думаю, к этому времени успею восстановиться. И покажу, на что способен. Что помогает добиваться результата в жизни? Ну, я вообще сам по себе такой целеустремленный. То есть, если я чего-то поставил себе, какую-то цель, пробежать марафон, я это в любом случае сделаю и в последний момент не отступлю. Ну что ж, удачи вам. Спасибо, что рассказали столько много всего интересного. А, друзья, будьте всегда в движении. И напомню, в гостях у меня сегодня был Вячеслав Зенин, директор фестиваля уличных видов спорта «Будет движение». Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова